дорогие друзья всем огромный привет со святой земли сегодня в иудейской пустыни в окрестностях иерусалима не стоит небывалая жара плюс 36 градусов по цельсию представьте 5 ноября такая страшная жара вот у нас термометр здесь все сверху и он показывает и также сегодня 30 день войны в израиле войну израиль объявил после кровавого вторжения террористов из газы на территории израиля по израилю со стороны сектора газа было запущено свыше семи с половиной тысяч ракет за несколько дней в начале и до сегодняшнего момента израиль понес страшные потери 1400 убитых мирных среди которых более 300 военнослужащих представители подлицы пограничников и пожарных до сих пор некоторые тела не опознаны израиль атакует ракетами в том числе еменские повстанцы хути с расстояния почти полторы тысяч километров они бьют южнее саудовской аравии почти тысяч полторы тысяч километров к счастью все ракеты сбивается израильской системой противовоздушной обороны heads 3 атакует также израиль со стороны арабских соседей государств сирии и ливана из ливана летят ракеты от террористической группировки хизбалла это другой кроме хамаза сателлит ирана израиль принял беспрецедентные меры по эвакуации целых городов и поселков на севере израиля город на севере израиля например кириат шмона с населением примерно 25 тысяч человек был эвакуирован полностью на юге полностью был эвакуирован город с дырот с примерным населением 27 тысяч человек эвакуированные биженцы расселены по всему израиль многие отели русалима и лада мертвого моря предоставили беженцам свои номера стране объявлено военное положение и армия обороны израиля практически действует на четырех фронтах основные ареалы боевых действий происходят на юге в районе сектора газа где уже несколько дней наша армия успешно проводит наземную операцию до этого по террористической инфраструктуре хамаса в секторе газа наносились удары с воздуха сам город газа блокирован армии сейчас верхушка военного и политического крыла хамаса собралась подземных бункерах больницы шифер израильские танки уже стоят на расстоянии буквально двух километров от этой больницы а мы сегодня продолжим разговор о становлении израиля расскажем вам некоторые истории из жизни которые достаточно в общем-то интересные показательные израиль стереть с лица земли у него нет прав на существование захлебываются в ненависти и строчат комментаторы а может они все равно может просто они отрабатывают свои 30 серебряных серебряников как под копирку пишут евреи с 1947 года убивают тысячами арабов изгоняются своих земель занимают их дома но и много чего еще сделали страшно ужасно евреи несчастным беззащитным арабам палестинцам это такой нарратив массово который сейчас проходит в комментах а может быть этого идеологии часть идеологической войны и пропаганды террористической группировки хамас и люди не понимают сами да и сми многие не понимают что они становятся заложником этой идеологии практически заложником пропаганды террористической группировки здесь нужно быть очень внимательно а еще мне нравятся такие комменты напоминающие сказку про зайку и лисичку что лисичка неоднократно встречается вот лисичка пришла попросилась дом к зайчику зайчик и опустил погреться лисичка съела зайчика и дом его заняла но это все в отношении израиля и палестины я хочу сейчас вам зачитать у нас есть в доме книга нашей библиотеки маркет вена простаки за границей вот я там что касается палестины как она выглядела 1868 году я сейчас вам зачитаю это интересно тысячи на да вот он писал над палестиной тяготеет проклятие которое иссушает ее поля и сковывает ее силой на заре заброшен там где перейдя в брод и ордан ликующие толпы израильтян с пением ступили в землю обетованную теперь видишь лишь убогий лагерь бедуинов дальше в том же духе он рассказывает о берехоне вифлееме капернауме и магдале не встретишь там ни души ничто не радует глаз и даже прославленный иерусалим утратил былое величие и превратился в нищую деревню палестина край заброшенный и неприглядный делает свое заключение автор да какой она может быть если земля проклята богом разве может это ее украсить это непредвзятый взгляд со стороны это состояние палестины в 1868 году а еще у нас есть одна книга уже написано в 1836 в 1936 году написала журналист ладзинский который прибыл тоже на святых земли 1936 году помнишь он был редактор парижской иммигрантской газеты известный достаточно журналист своего времени и в общем тоже довольно таки непредвзятый взгляд это уже практически прошло 70 лет и он показывает как выглядит палестина уже в 1936 году в частности вот мы сейчас тоже издали его прям целую выборки из его главы об израильской долине сейчас тоже вот недалеко от горы фавора да кто был тот знает вот что пишет в своей книге путешествие палестину 1936 году журналист ладзинский ее плодородные земли лежат на месте осушенных болот много труда потребовалось вложить в это дело лет 70 тому назад пытались сделать то же самое немцы и арабы оставили на соседнем кладбище не один десяток людей скошенных малярии но не могли справиться с трудной задачей евреи были более удачливы огромных средств потребовало сушение вонючих болот которые наполнялись водой соседних возвышенностей 1921 году евреи проложили 18 километров дренажных бетонных труб от 20 до 50 сантиметров в диаметре и справились с вонючей и малярийной природой болот воду отвели в реку кишон теперь горные источники питают поселок здоровой питьевой водой и орошают поля и парадесы необходимое средство дали сионистские организации после первого арабского завоевания в 7 веке и до двадцатого века долина была в полном запустении лишь бедуины кочевали здесь по болотистой мари и малярийной местности и в 1910 году здесь была основана группа еврейских поселений на самой первым до земли в долине начал покупать у турецких землевладельцев известный человек иешуа ханкин собственность компании по приобретению земель из 1921 года начинается активное заселение евреями этих земель и вот уже в 1936 году ее увидел журналист и вот опять цитируем защищенная со всех сторон это он говорит об этой долине она цветет как оранжерея среди пустынь огромное еврейское хозяйство место на котором положено столько еврейских трудов и денег какой была вообще самая первая проблема которая возникла в отношениях евреев и арабов дело в том что когда евреи покупали землю это было как бы ну два вида до земельной собственности то есть была земля которая не обрабатывалась никак и евреи и покупали без проблем у феодалов до арабских землевладельцев а было и земля которую брали в аренду у тех же арабские землевладельцев и вот когда евреи покупали именно эту землю то получается что арендаторы теряли работу и много рабочих мест и приходилось как бы близлежащие такие поселки просто они уходили с этих из этих мест вот такая первая проблема возникла что арабские рабочие теряли свои рабочие места ну и соответственно маленькие деревеньки которые организовывали своз вокруг вот вот этих земель поскольку евреи хотели сами обрабатывать эти земли то арабские арендаторы и их рабочие при покупками евреев этой земли лишались дохода были вынуждены оставлять свои поселки конце 1920-х годов в хайфе шейх из один аль-кассам уроженец сирии создал подпольную военизированную группу вербуя и проводя военную подготовку арабских крестьян с целью создания подпольных ячеек ставивших своей целью борьбу с британским мандатом и конечно же еврейской общиной причем под горячую руку попадали не только евреи и англичане но и умеренные арабы сегодня именем шейха названы боевые отряды движения хамаса и ну и название ракетка сам и тоже это ему посвящение этому вот персонажу кроме него были и другие лидеры возглавившие так называемую национально освободительную войну вот и впоследствии начались нападения и убийства в еврейских поселениях что вызвало необходимость военной защиты и создание военизированных еврейских отрядов самообороны вскоре рост напряженности в регионе вылился масштабное трехлетнее арабское восстание в результате которого жизнь во многих еврейских поселках была полностью прекращена одну из ключевых ролей в этом сыграл назначенный в 1928 двадцать первом году муфтиям иерусалима мухаммад амин аль-хусени он принимал активное участие в организации еврейских погромов 1929 году когда еврейские общины газа и хеврона были попросту выселены а спустя семь лет возглавил верховный арабский комитет муфтий был последователь нацистской идеологии 28 ноября 1941 года в берлине состоялась встреча амина аль-хусени и адольфа гитлера и цель уничтожить еврейский национальный очаг в палестине а еще у него была идея устроить в долине датан недалеко от шхема большой концлагерь для евреев не получилось и вряд ли все эти родители за освобождение палестинского народа вкладывали свои силы и средства в улучшение благосостояния самого народа этим занимались христианские организации и английское правительство в палестине и даже сегодня когда представителя хамаса мазрука в интервью спросили а почему у вас нет бомбоубежищ для людей он ответил пусть он этим занимается нищенское положение арабов играла значительную роль сопротивлением ведь чем лучше человеку живется тем меньше ему хочется воевать за какую-то там призрачную свободу ну вот вернемся к 1936 году уже известный вам журналист ладинский побеседовал с одним из образованных представителей арабской молодежи в середине двадцатого столетия их уже было немало к тому времени продажа земли евреям значительно обогатила прежних землевладельцев и их дети уже учились в известных во всем мире университетах и вот он рассказывает о разговоре который произошел у него в районе старого и у салима с одним из представителей арабской молодежь вот я зачитаю на улице как напоминание о недавнем событии стоял остов сожженного еврейского автомобиля в саду за чайным столом мы вели корректный разговор о событиях выразителем общего мнения был молодой человек окончивший университет это в оксфорде не то в кембридже речь зашла забастовки я выразил сомнение в ее выгоде для арабских интересов это ничего возразил собеседник даже в том случае если мы проиграем выгода для нас явная опыт спайка сознания что мы при случае сможем опять за себя подстоять опять я увидел что стою перед неразрешимой задачей примирить то что говорил этот молодой человек со стремлениями и задачами сионизма было невозможно два мира мне рассказывали с гордостью как арабские девушки шли под английские пули как мальчишки надевали на головы тарелки плоские английские шлемы они похожи на тарелки и дразнили шотландцев как какой-то не пожалел себя и пошел на верную смерть а исчерпав все свои аргументы молодой араб отрезал дело вот в чем я живу в своем доме дом может быть грязный неустроенный приходит чужой человек и говорит как вы можете жить в таком доме позвольте я его устрою а я не хочу чтобы распоряжались в моем доме придет время и я сам в нем наведу порядок дело было даже не в его словах а выражение глаз в страстности с которой собеседник говорил об араба еврейской тяжбе тут примирение быть не могло много таких думаю что много во всяком случае утверждение что ведут борьбу только вожди мулы и финди которые боятся потерять влияние на темные арабские массы не лишено некоторого оппортунизма массы темные но их уже начинают забирать свои руки не мулы а вот такие интеллигенты вроде моего собеседника такой враг пожалуй даже опаснее мулы вот почему очень трудно сказать об окончательной победе сионистского опыта в палестине заключает журналист и это 1936 год начало арабского восстания в палестине против мандатных властей в приоритете и против еврейского ешуа как второстепенной власть важности и это были уже не просто беспорядки организованное восстание которое началось со всеобщей забастовки с плантации ушли работники в явском порту не вышли на работу докеры арабы шоферы не вышли на работу также прекратилась продажа продуктов сжигались плантации сжигали поля зерновых гумна с хлебом и вообще начался общий полный беспредел и что интересно в результате получилось на фоне арабского восстания большинство евреев пришло к идее что пора создавать свое государство и как можно быстрее чтобы утихомирить арабскую сторону создавали всевозможные комиссии арабы их игнорировали евреи всегда ходили исправно но все-таки в какой-то момент муфти пришел на прием и что интересно комиссию поразили хозяйственные успехи сионистов это успешно действующее мероприятие и на фоне этого выросло богосостояние арабов много положительных сторон отметила комиссия в чем же искать секрет арабского сопротивления арабы не требовали лучшей жизни для себя им была нужна национальная независимость и соответственно уничтожение еврейского ишуа и тогда созрела идея разделения на два государства евреям отводилась одна пятая часть земли обратите внимание то есть 1936 год и евреям уже по комиссии тогда англичане пришли проверили все что происходит и решили что да необходимо нет ничего иного как создание двух государств и евреям выделили одну пятую часть земли и это первое решение разделе территории подмандатной палестины но арабские лидеры конечно же отвергли решение комиссии пиля восстание продолжалось марте 1937 года арабы напали на машину убили 6 евреев молодую женщину изнасиловали и изрезали на куски и тогда эцель военизированная еврейская организация получила согласие на отмену сдержанности до этого евреи были в глухой обороне ждали только когда их нападут и так далее и начался еврейский террор восстание в любом случае подавили вышло катастрофическое своим содержанием для евреев третья белая книга запретом для евреев покупки земли и ограничениями на иммиграцию политически англичан англичанам на тот момент было выгоднее конечно же уступить арабам но как всем уже известно в 1947 году он принял все-таки резолюцию о разделе палестины а перед этим в палестину приехала комиссия оон с представителями 11 стран многие из которых были таки на арабской стороне евреи показывали свои достижения ну и действительно им было чем к тому времени гордиться арабы вообще отказали встречаться с комиссией и даже представитель мусульман иранец также не получил встречи с представителями палестинцев он раздраженно в частном разговоре сказал что землю надо всем отдать евреям они из этой земли сделал райский сад арабы все загубят в общем комиссия вернулась европу с решением передать 62 процента земли евреям но потом урезали до 55 процентов и это уже как бы второе решение разделе земли палестины первая значит была одна пятая только и время а уже сейчас через несколько лет 55 процентов земли дали евреям арабы никогда не были согласны с делением земли это надо понимать они сами хотели распоряжаться всей территориях и накануне голосования джамаль аль-хусейни который исполнял обязанности председателя верховного совета вернее высшего арабского совета заявил палестина будет охвачена огнем и кровлю если евреи получат хоть какую-нибудь ее часть потом пройдет голосование на генеральной ассамблеи ом где каждая из стран искала в разделе разделе свои интересы 33 страны голосовали за 11 арабских стран против а 10 воздержались для примера приведем цитату сталина если вы до сих пор думаете что вождя всех народов интересовало положение евреев то вы ошибаетесь реально на заседании полетбюро сталин заключил давайте согласимся с образованием израиля это будет как шило в заднице арабских государств и заставит их отвернуться в британии конечном итоге британское влияние будет поторвано в египте сирии турции и в ираке как заключил известный востоковед медведка один из авторов книги восток дело близко и русалим святое выпуска 2009 года битва за выживание израиля переросла битвы за нефть базы и плацдармы пока не вылилось глобальную антитеррористическую войну за выживание всего человечества обратите внимание это было написано уже в 2009 году очень даже актуально сейчас 14 лет назад еще цитата из его книги нетрудно увидеть что конфликт арабо-еврейский породила непринятие они выполнение резолюции он главная причина заключалась не в создании израиля а вне создании арабского государства палестина и в нарушении международного статуса иерусалима раздел палестины пишет автор проходил не на основе экономического союза как предусматривалась резолюция он а на основе военной конфронтации сейчас я вам расскажу вы услышите две истории арабского и еврейских поселений история арабской деревни и лабон и еврейского поселения к фарцион по плану он 1947 года разделе подмандатной палестине в районе элабона арабской деревни проходила граница между арабским и еврейским государством и деревня должна была отойти израилю 30 октября 1948 года уже шла война за независимость или палестинская война как называют ее арабская сторона еврейские бойцы отбили этот населенный пункт у сформированной в дамаске арабской освободительной армии местные жители подняли белый флаг и не оказывали никакого сопротивления однако бойцы еврейской бригады голланди устроили показательную казнь погибло 14 жителей жители бежали в ливан но вскоре вернулись сейчас это развитая арабская деревня в израиле и каждый год 30 октября в лабоне собираются люди чтобы вспомнить об убитых в 1948 году об этой истории даже снят документальный фильм и это показательный случай особенно показательный если не вспомнить что за месяц до этого были забиты до смерти бойцами арабской освободительной армии иран и израильские военные солдаты и отрубленная головы евреев пронесли по всей деревне думается под улюлюканье толпы как собственно это происходило и вот последнее событие сейчас как улюкала толпа радостно радуясь жертвам израиля а вот история еврейского поселения здесь тоже накануне дня независимости израиля каждый год проходит церемония памяти тех кто был убит 1948 году история этого кибуца легендарно кибуц кфар и цион появился в 1943 году на месте еврейских поселений которые основали аж 1920 году вы помните что тогда евреи покупали земли у арабских землевладельцев но практически сразу их покинули из арабских волнений 30-е годы была попытка вернуться даже выкуп выкуплена еще дополнительная земля но очередное восстание арабов 1936 году также помешало заселению 1943 году все-таки проект заселения осуществили рядом возникли и другие населенные пункты район получил название гуш-эцион но евреям вновь пришлось покинуть эти поселки начале войны за независимость гуш-эцион оказался на пути арабских армий иерусалим его защитники сделали все что могли но 13 мая за день до провозглашения независимости израиля кфар и цион пал погибли 242 человека бойцы в соседних населенных пунктах сдались плен кибуцы были сожжены увидеть эти места дети срочно эвакуированы в иерусалим смогли только в 1967 году после шестидневной войны было принято решение еврейские поселения восстановить в этом районе вообще тема еврейских поселений на территориях занятых израилем ходе войны 1967 года это очень больная тема чтобы было понятно надо уточнить что эти поселения строят на пустующих землях армия израиля не приходит и не выгоняет арабов выселяя их из своих домов как это может показаться и сообщение сми более того если радикальные поселенцы а есть у нас и такие захватывают земли на которых у палестинцев есть задокументированное право как частная земля та же армия израиля выдворит поселенцев из их домов и дома разрушит под проклятие поселенцев что уже происходило участили случаи нападения радикальных поселенцев на арабские села правда в отместку за убийство в терактах мы постоянно слышим о терактов против евреев на дорогах которые соединяют арабские и еврейские поселения и города в уде и самареи бросание камней по машинам прямые наезды настоящих в ожидании автобуса людей или обстрелы из проезжающих мимо автомобилей это частые случаи и все это происходит в районе и людей и самареи поселенцы и людей самареи считают что имеет полное право жить и обрабатывать землю которую им даровал сам бог когда дело касается вопросов веры то тут возникает тупик еще счастье перспективы будущих поколений здесь не ставится во главе угла при этом как пояснил израильской газете гааретс доктор ним рот рослер из тель-авивского университета обе стороны в подавляющем большом свете случаев 84 процента считает себя исключительной жертвой что побуждает каждую сторону поддерживать насильственное решение но израиль всегда шел на уступки в 1993 году заключив ословские соглашения израильская армия покинула шесть крупных арабских городов вифлеем хеврон и рихон и другие образовалась так называемая палестинская автономия со своим управлением правительство которое признало право на существование государства израиль и в израильском обществе считали что договор этот является провалом и предрекали конец и еврейским поселениям и поселенцам и вообще конец израилю как государство и к чему привели эти уступки бесконечным массовым терактом и к тому что израильское общество значительно поправила а в ответ на теракты строились новое поселение но арабы поняли что если израиль древне израильское правительство подпишется договор то с нарушением задержками но все-таки выполнить свои обязательства это были временное соглашение 1993 года соглашение о мире срок которых истекал к 2000 году если вы еще не забыли то после арабского восстания в 1939 году палестинцы могли бы получить 4 5 земель но не согласились 1947 году он предложила только 45 процентов после войны за независимость по соглашениям подписанным арабскими лидерами в 1949 году осталось всего лишь 20 процентов но арабы могли бы получить в 1967 году после шестидневной войны эти 20 процентов они в ответ на предложение сказали три знаменитых нет арабские страны в августе 1967 года на арабском саммите в хартубе приняли решение называемые так называемыми тремя нет нет миру с израилем нет признания израиля и нет переговоров с ним срок ословских соглашений о мире подошел к концу 2000 году мира не получилось чем же закончились следующие первые переговоры о мире камп-дэвиде а ничем ясер арафат не согласился ни с чем премьер-министр израиля иуд барак предлагал вернуть 60 процентов территории западного берега реки ордан и весь полностью сектор газа в ходе переговоров барак соглашался уже вернуть даже 92 процента с западного берега пера практически вернуться границам 1967 года ну а клинтон президент америки предлагал 23 миллиарда долларов помощи и ясер арафат не согласился клинтон сказал арафату ты принес несчастье своему народу а когда ясер арафат поехал в россии встречался с путиным то путин ему тоже искал тебе больше просто никто не предложит нового арафат позаботился о своем народе как мы видим и так это был полный политический проигрыш а чем его компенсировать конечно же войной и началась новая индифада 2000 года каким выводом можно прийти мир на компромиссии для палестинцев не приемлем но сейчас я расскажу вам о еврейских поселениях гушкатив на юге сектора газа секторе до войны за независимость были еврейские поселения то есть до 1947 года там также была приобретена земля и там были в районе газы еврейские поселения когда сектор отошел к египту то все поселения были ликвидированы с 1967 года сектор вновь вернулся от египта под контроль израиля поселенцы стали возвращаться и вновь отстраивать свои деревни они нашли передовые способы ведения сельского хозяйства потому что там в общем-то песчаная площади передовое эффективнейшее сельское хозяйство процветало в гушкативе гушкатив в переводе буквально означает урожайный блок мы бы сказали село урожайное на километры теплиц и чего только там не выращивали потрясающий масштаб земледелия там были коровники и курятники рыбные пруды туда даже водили экскурсии показывать как в общем то можно какое сельское хозяйство может там возникнуть проживали там порядка девяти тысяч населения половина из которых были в общем то дети помощь также привлекали в помощь этим кибуцам привлекали и арабов из сектора газов и они находились с кибуцниками в самых таких дружеских отношениях жизнь гушка тифи тогда казалось райским садом но интифада вот эта интифада 2000 года положила конец всему этому благоденству и первые косамы из газы посылались на эти еврейские поселения то что пострадавших было единицы сами жители кибуцов а в общем то это в основном верующие люди сугубо верующие люди они считали это помощью божией потому что действительно были жертвы но если сравнить с количеством ракет которые сыпались на поселение гушка тифа то количество конечно было несоизмеримым количество жертв было несоизмеримым гораздо меньше поэтому вот они считают что это вот просто божья помощь и были действительно чудесные случаи вот и эти верующие люди они продолжали нести свою миссию в тяжелейших условиях а в остальных городах израиль на тот момент гремели взрывы в общественных местах взрывались автобусы в общем короче интифада кстати мы застали эту интифаду мы уже были в израиле и были можно сказать свидетелями всего этого да мы уже были свидетелями в это время потому что жили в иерусалиме в 1998 года правительство приняло решение в ходе одностороннего размежевания полностью в 2005 году вывести все войска и сектора газа и выселить все поселения вы можете представить что начало твориться в стране многие считали что правительство фактически предал свои граждан были сторонники размежевания а были и защитники поселенцев акции сторонников и противников выселения проходили по всей стране оранжевое движение своим символом противники вывода войск еврейских поселений выбрали оранжевый цвет из-за того что флаг администрации еврейских поселений в секторе газа оранжевое полотно на котором нарисованы пальмовые ветви израильское общество было расколото два года протестов поселенцы говорили что если они и войска уйдут из газа то газа придет в израиль прошло более 15 лет и мы видим что так и случилось ракеты из газа летят уже по центру страны для выселения людей призвали армию это было ужасно спокойно смотреть эти видео невозможно молодым солдатикам приходилось вытаскивать рыдающих цепляющих за стены и двери домов своих соотечественников как чувствовали они себя при этом евреев полностью выселили из сектора газа евросоюз попросил попросил не уничтожать теплицы оставить все для арабов но пришли арабы добрые сектора и все уничтожили и для чего все это для достижения призрачного мира а мы сейчас спустя 18 лет имеем то что имеем концепция мир в обмен на территориями абсолютно не сработало доказательства беспрецедентное нападение на мирных жителей приграничных еврейских поселков и начальной войны 7 октября 2023 года но вот что удивляет это то как мир быстро забыл а не человеческих ужасов которые творили террористы жителями еврейских поселков и обвиняет именно израиль в гибели детей газы а как быть израилю как защищать своих граждан ведь хамасовцы не идут ни на какие компромиссы и это уже неоднократно было доказано положение израиля только усугубляется с каждым годом из комментариев к видео можно понять что многие даже и не верят в то что происходило в израиле от последнего подтвержденного официально случая просто невозможно прийти в себя объявили совершенно официально что был найден труп связанной изнасилованной матери и и грудного младенца которого запекли в духовке представляете до чего можно было дойти и это как бы один из случаев которые происходили там некоторые журналистов которые и члены кнессета которым была показана 45-минутная запись с подтверждениями зверх которые происходили в израиле они просто нуждались в скорой помощи израиль передал эти записи в и в оон и правительство многих государств но кто хочет верить тот верит и без доказательных видео а те кто хочет оставаться закрытыми глазами и подлинную запись назовут фейком а найдутся и такие что будут по образцу глумиться хамас должен быть уничтожен именно эту цель ставит сейчас израиль нельзя идти ни на какие договоренности и компромисс потому что с лидерами хамаса договариваться невозможно они выпрашивают перемирия получает передышку и все начинается сначала и такую возможность им давать нельзя да и мы очень надеемся что правительство наше не даст в этот раз уже им такую возможность пойдет до салют спасибо всем за внимание большой привет из святого города иерусалима из израиля и до следующих встреч всего доброго всего хорошего будьте все здоровы и счастливы и мирного неба